Впечатление такое, что нужно заниматься с тренером самостоятельно тяжеловато или хотя бы раз в месяц к кому-нибудь обратиться или там как получится. Многие моменты, которые мне сегодня сказали, я бы никогда в жизнь самостоятельно не дошел. Даже по видео, по книжкам бесполезно, мне кажется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай начнем. Берем на грудь штампу. Просто бери, без техники. Руками. Надо просто на что сейчас сделать? Да. Не-не, просто на грудь возьми и держи. Держи. Теперь, ну, ноги у тебя, ну, посадь чуть пошире для седа. И присядь несколько раз, только не быстро. Постой. Постой, смотри. Ты вот держишь штангу и начинаешь садиться вот так. Ну да, даже очень. А ты, я тебе вчера еще рассказывал, ты когда стоишь, у тебя называется присесть. Приседание это просто сгибание ног. Вот ты стоишь вот так вот и начни просто сгибать ноги. Вот. Оп. И одни ноги. Нет, я вот из-за чего. Из-за чего. Из-за чего. Потому что, потому что, ну, когда я коленей нету, у меня они вперед уходят. Я вот. А когда вот так вот, то, ну, как-то. Знаешь, какая вещь у тебя получается? Вот ты сгибаешь ноги, ой, сгибаешь спину, а потом возвращаешься. Ты начнешь одновременно ноги сгибать. Просто ноги. Вот, ну, как сейчас ты сделал. Ничего же сейчас с коленей не произошло. Вот. А ты правильно делаешь. У тебя просто явно. Ты сначала начинаешь спину наклонять, а потом сгибаешь ноги. А тебе надо начать с ног. Начни сгибать ноги, и потом, может быть, чуть-чуть спина пойдет. Чем ниже ты опускаешься, тем чуть-чуть побольше спина наклоняется. Следующий подход. Берем так же на грудь, производим. Держишь на груди, садишься, и когда начинаешь вставать, оп, вот в этой точке, когда ты выпрямил ноги, без остановок, ты должен оп, и подключить руки. Да. Да. Только остановись на груди положено. Смотри, ты встаешь, и штамп у тебя впереди. Заводи и заду. Чтобы плечи прям проходили, а ты немножко грудью раз туда вперед. О, да. Теперь подключай скорость. То есть встаем как можно быстрее. Как можно быстрее, это до колена. Дальше там проще. Можно уже не разгонять. Вот. Вот, хорошо. Ну все, опусти, отверсти. Смотри, какой смысл. Ты сейчас, когда встаешь, руки просто берешь, бум, и туда брусил. А ты, ну, назад. Они у тебя, естественно, здесь остановились, дальше руки не идут. Ты штампу здесь не контролируешь. Тебе надо, ты поднимаешь, сам поднимаешься, и руками тебе надо руки, бум, воткнуть, в локтя. Бум, воткнуть, чтобы такое движение было, что ты, бум, окончено. Бум, уперся. Это вот в следующем потоме сделаем. Помнишь, да? Установ. Постарайся почувствовать, не надо и туда, бум, просто бум. Тебе не штампу надо поднимать, а локтем выклинуть, и все. Да, да, воткак. Загул уже закинул. Вверх, на затылку. Вот. Видишь, ничего тебе не дергается. Уже. Вот. Ну, зря, не надо. Угу. Ну, все, клади. Сейчас следующий упражнение. Тут принцип какой? Тут нет задачи ее выкинуть. Тут задача просто, ты как бы ее играешь. Просто, ну, маленький же вес. Ты просто встаешь, и здесь не надо упираться. Просто твоя задача руки, бум, воткнул. Фум, воткнул. Это потом, когда там веса будут расти, будет тяжело, тогда уже надо там давить. И ногами, и руками. А тебе сейчас просто двигательный навык надо наработать, чтобы неправильно делать. Сейчас, сейчас смотри. Поднимешь вот это движение, сделаешь. Ноги на ширине плеч. Штангу оставляешь держать вверху. И постарайся с ней, только не быстро. Начинай садиться медленно. Скорее всего, вот в этом положении, тебе начнет либо штанга падать вперед, ну, центр тяжести потеряешь. Либо начнешь туловищем заваливаться назад. Поэтому вот в этом положении будь очень сосредоточен. желательно сесть в глубокий сей. Ну, возможно, у тебя не хватит гипотези в плечевых суставах. Давай, садись. Ну, нормально, нормально. Все, вставай, давай приседания раз пять. Не-не, в поле ты в форму. Может, пошире ноги поставить, если так удобнее. Возьмешь ноги, и, как бы ты швук видел, подтянешь чуть-чуть, подкинешь ее, и уйдешь в сет. В такой момент, вот этот, я что-то чисто моторика, непонятно. Так смотришь, как же они, и это потом... Так что... Да. Ну, умеет. Давай палочку. Да нет, я попробую. Просто штанга, может быть, она отвлекает. Подсаживайся. Давай медленно сначала. Подсаживайся. Все. Теперь идем вверх. Оп, и подсаживайся в этот момент. Как только лоб прошла, вот, да, да, да. Да, только теперь сначала спотседуем. Да, теперь подкидываем. Вниз. Чуть-чуть, нет, много садишься. Чуть-чуть, да. Теперь вверх. Нет, ноги не выпрямим. Вверх иду. Да, вот, да. Вверх, вниз, вот, правильно. Долбать и вниз. Нет, не выпрямил ноги. Вот, да. Немножко все равно я внутри себя чуть-чуть как-то не соображил. Ну, ничего страшного, это же первое движение. Приди сейчас на кружок танцев. Тебе покажут какой-нибудь па или там, я не знаю, прием танцевания. Ты же не повторишь. Ну вот, лучше же уже получается. Только до сильного утомления не надо. Я понял. Выпрямляемся. Долбай, вот, да. Все нормально, сейчас повторим еще. Это шум толчковый. Толчковый, да. Что-то, когда подсед, это толчковый. Потом попробуем толчок классический. Я тебе рекомендую сейчас, ну, дома, пробовать и тот, и другой способ, чтобы понять, что тебе ближе. Что тебе комфортно будет подняться в силу. Интересно может взять. Я попробую сейчас. Потому что, может быть, толчок в раздумку, он будет такой, сложноватый. Там тоже надо и ноги, и руки. Ну, ничего страшного, ты главное движение-то правильно сделал. Долба покинул, оп, и все это, вот. Вот. Ты же, блин, схватываешься на лету. Только опять мне небольшая ошибочка. Ты, да, 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 ты туда сильно за голову, ты старайся, да, постарайся в голове прокручивать, что твоя задача не просто ее, там, бум, выкинуть туда штангу, а твоя задача просто, тебе надо ее поднять вверх, вверх, бум, вверх. Глубокосил, глубокосил, немного, да, ага, вот. Только смотри, ты подкинул ее, и когда уходишь в сет, садишься вот так, колени-колени вперед. Ты старайся садиться так же, таз назад, как будто ты делаешь приседания. Вот, да, 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 таз назад, грудь вперед. Вот в этом положении. Да, вот, хорошо. Ну, в принципе, возможно, да, возможно, ты прав, что на данном этапе самостоятельно научиться тебе будет проще шелк. Потому что это более простое движение, чем остановка ног. Надо переднюю ногу, знаете, как ставить. Тем более, новички, как правило, все заваливаются на переднюю ногу. То есть они будут равномерно. Да, да, да. И вот этот момент. Так, ведь вот это вот немножко под углом сюда, да? Ну да. А это под углом тут так, что ли, получается? Ну да, чуть-чуть. Нет. Пятка все-таки наружу. При обучении желательно говорить, чтобы пятку уворачивали наружу. Но в основном всегда, там и у меня я смотрел, пятка просто, ну, стопа, да, вперед. Но если на это не обращать внимания, очень многие заваливают пятку сюда, по внутрь. Вплоть до опускания, он, ну, толкает вот с полной стопой, вот так вот. Да и вообще, если так вот рассматривать размножку, если сделать прямую стопу, то ногам нос вот сгибается. Если немножко вывернуть, мы садимся как бы в бедро, и у нас нагрузка вся, ну, в таком положении у нас как бы все подвешено сгибаниям. Мы держимся за счет... Так, то оно уже автоматически получается, что прямой будет, да? Это если его корпус. Ну, это как он. Ну, помню, да. Ну, здесь у нас только удерживается за счет вот мышц. Немножко выворачиваем, мы немножко как бы раз останавливаем. Как бы упираемся в сустав, там, ну, немножко вот у нас звенья начинают как бы изломываться, и они друг за другом держат. То есть, ты бум, и все, и уперся в ногу. Тебе не надо здесь напрягать мышцы, там, ничего такого. В принципе, учиться элементарно. Сейчас смотри, что делаем. Да. У тебя, получается, левая нога, передняя получится, да? Тебе удобнее левая? Да. Не правый вперед, не внылевый. Все. Определись обязательно, и все время, да, побольше немножко. Может. В смысле, пошире? Да. Разушка побольше, это значит, ну, подальше передней ногу, подальше сзади. Теперь давай добавим руки. То есть, стоишь. Фу. Фу. Да. Да. Не, ну, разножка маленькая. Не забывай про ноги. Не, переднюю ногу дальше. Дальше, так? Ну, да, побольше. То есть, смотри, ты вот в такой высокой стойке стоишь. Тебе надо подальше переднюю ногу, чтобы немножко просить. Да, 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 да. Тебе надо почувствовать вот это положение тела. Вот, смотри, прям, как будто штангу толкнул, блин, как с накидом. Не, не, не нужно смотреть. Вот спереди хорошо смотри. Сбоку немножко вот толкаешь на переднюю ногу, про что я говорил. При обучении все почему тут, ну, раз, на переднюю ногу, а задняя она вот. Такое впечатление, как будто подними вот так ногу, и они так и останутся, наверное, стоят. Для этого прыжочки вот и делаются. То есть, если ты прыгнешь на переднюю ногу, прыжок, то тебе назад придется за счет одной передней ноги и отскакивать. Поэтому делай вот. Бум, бум. Побольше разножку. Вот. Прыжками, Юр, прыжками. Я просто сначала хотя бы движение. Ну, давай, давай, давай. Я просто, когда ребят обучаю, прыжками так проще понять, что на уме ноги надо все распределять. Хорошо, но поглубже, побольше ноги вставляй. Да. Нет, нет, нет. Не заваливайся спиной. Я пытаюсь это найти положение. Ну, ты правильно прыгал. Я бы тебе сам сказал по спинам. Ну, нормально, нормально. Видишь, ноги? Прыгай. Нет, побольше ноги. Тебе надо заднюю ногу пошила. Заднюю ногу так. Видишь, ты даже сам уже все поднимаешь. На носочек поставь. И смотрите, тебе надо было сюда упираться. Сюда. Вырви. Вырви. Вот. Вот так. Маловато, конечно, разрушечка. Ну, для начала пойдет. Для начала пойдет. Чтобы почувствовать. Давай еще. Ага. Нет. Небольшой левый подсед. Йорк. Небольшой подсед. Подкидываем штангу. Поднимаем ее руками. И расставляем разрушку. Да. Да, да. Разножку чуть побольше. Короткая. Да, вот так. Да, да, да. Разновесие потерял, ничего страшного. Главное, сейчас... Главное, разножку ты ставишь. Сразу все ошибки не исправить. Вот. Вот. Подожди. Смотри. Ты сейчас толкал. Я тебе просто не стал говорить. Ты сейчас толкал вот так вот. с небольшим таким прогибом. А когда ты захотел смотреть на себя вниз, ты прошелся грудью, потому что тебя вот так вот, так увидел, только крут стоит. Ты прошелся грудью и посмотрел вниз. Вот тебе так и надо толкнуть. Что если ты берешь? Бум. Прошелся. Бум. Сюда прошелся. Грудью немножко вперед. Да. Нет. Не было опять. Прогиба не было. Толкни и остановись. Не-не-не. Вообще. Подворотка чувствую. Что-то совсем. Ну да, да. Я говорил. Сейчас. Толкни и остановись. В принципе, в принципе, нормально. Только немножко, мне кажется, туда слишком зайдет. по ощущениям, чуть-чуть туда-назад уходим. Да. Раскидывайся. Да. Вот ты еще линии узко ставишь. А, да. Узковато. Ты уходишь в одну линию. Да, да. На ширине плеч раскидывать. Еще переднюю ногу туда поведи. Разверни пяточку немножко. Вот. А заднюю в обратную сторону. Вот. На носок поставь заднюю ногу. Да. Вот так. Каковато разношку? Ну все равно нормально. На первом раз. Ты вообще первый раз пробуешь? Первый раз. Ну вот. Другие останавливаются на прыжках. Хорошо. Подожди. Клади штангу. Не введи, потому что это разношка. Давай пить штанги. Прыгай в хорошую разношку. В большую. Не в такую вот коровую. А вот. БАМ. Шуру. Вот. Вот так надо толкать ее. Постарайся запомнить положение. Давай потолкай разношку в пять. Не, не, не. Без штанг. С руками. С руками, да. Нет, видишь, опять кувыротка. Руки, да, уже. Да, да. Вот и дело. Ну уже побольше было, чем в предыдущий раз. Ну тоже нормально. Но смотри, не было вот этого движения. Не было посылов. Ну да, посыл есть, короткая разношка. Побольше, надо еще побольше. Вот. Да, 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 да. Ну давай пока на пятки не будем обращать внимания за разворот. Просто, как сказать, то, что... Ну на одну линию ты имеешь? Да, да, да. Ну смотри, у тебя... Тут понимаешь, что это чисто привычка. Ее надо немножко разработать. То, что у тебя ноги выводятся на одну линию. Да. Вообще, вот ноги, как у тебя стоят на ширине плеч, так ты их и должен оставить. Только немножко, даже чуть-чуть. За счет разведения стоп она увеличится, площадь. Да. То есть, вешение ноги по-прежнему остаются на ширине плеча. Если я их вот так вот соберу... Ну чуть пошире, чем я стоял вот так вот. Осталирую вот так вот. Но у тебя сейчас, так как ты только нарабатываешь движение, у тебя, естественно, я не знаю, может, это физиологически у тебя получается в одну линию. Это у всех как получается. Я вот Квазгина обучал полгода назад. У него тоже в одну линию. Но это только со временем. Поэтому сейчас твоя задача научиться правильно расставлять разножку. Вот это. Поэтому не обращай пока внимания на одну линию. Просто расставляй в одну. Это более важный момент. Если ты не научишь правильно делать его, то тебе и вот эта одна линия прямая не нужна. Толк. Побольше чуть-чуть ее. Побольше. Ну вот так, да. Только прогибаться, смотри, прогибаться начинаешь. На спину. Проходи. Ну вот руки хорошо, ноги узковато. Отдохни. Потому что это тоже трудоемка такая работа. Вот, да-да-да-да-да. Да-да-да, хорошо стоишь, правильно. То, что она узковато в одну линию, это ничего. Тебе будет проще потом, когда ты будешь не задумываясь раскинуть ноги в разножку, тебе будет потом проще научиться расставлять их в сторону. Поставим, ну, пришедший видео, там, поставим либо диски, либо, если тягами пользуешься, тяги положим, и будешь разбрасывать ноги, кстати, тебе на первом этапе, что рывок, что толчок, перед каждым подъемом, перед любым началом подъема штанги, вот такая шелутер, рывковая тренировка, прежде чем начать погибать гриф, за основу бери, если у вас есть палочка, если нет, купи черенок от лопаты, там, ну, сколько там, 2-3-5 килограмм весит, ну, главное, чтобы ширины хватало. И делай движение сначала с палочкой. Если у тебя толчковая тренировка, то просто без палочки, как вот мы сейчас разминались, то же самое, приседания, жим без палочки, то же самое, там, либо швунг, но я советую и то, и другое сейчас, швунг делать, зеркало есть у вас? Есть. Супер, вообще. И то же самое разножку. Ты можешь поставить, чтобы понимать, сейчас вот мне приходится тебе говорить, больше разножку, меньше, ты вот так же можешь, да, поставить? Ну, просто поставить ноги, да, и понять, что именно... А, это такая стойка, да. Опять же, возьми, вот, ну, если есть вот такие килограммчики, положи вперед и назад, и начинаю. Либо ремешки тяги, тоже кладешь и начинаешь. Посмотри, о, нормально. Пум, ой, не добрал. Опять, раз там встал, почувствовал. Опять. Пум, ты раньше мелом рисовали, что-то я видел. Ну, да, мел, я начну говорить, ёж, блин. Нет, это я просто что-то спалил. Мы тут ходим по миру, и начинаются эти полосы, блин. Ту-ту-ту-ту-ту, как сверие. Вот, и так вот, нарабатывай, нарабатывай, нарабатывай. Это может быть, вначале кажется, что сложно, что это будет долго, но если уделять вот это внимание каждую тренировку, незаметно для себя, ты просто, у тебя должна быть установка. Я пришел просто тренироваться. Не учить разножку, потому что ты зациклишься, ты будешь учить разножку, она не будет получаться. Все, у меня неудачная тренировка, я неудачник. А вот просто, я пришел на тренировку, моя задача там, сделать 5 подходов на обучение и технике. Все, ты сделал правильно, неправильно. Ты потом сам не заметишь, если, допустим, будешь делать какие-то видео, там, меня отослать, либо ты себя будешь снимать, ты сам не заметишь, как через месяц, через два, посмотрев первое видео, и вот в последней своей тренировке ты увидишь, что прогресс идет. Ну, лучше, да, ну, чуть-чуть побольше. Да, да, вижу, у тебя уже узко не получается. Да, ну, надо побольше, Юр. Постарайся побольше, да. А вот сейчас вот штангу возьми. А, сейчас возьмем, не волнуйся, дадим, дадим. Здесь у меня проскакивает подбородок. Ну да, да, не спеши, Юр, я тебе объясню еще потом. Ну, нормально, нормально. Уже лучше получается. У тебя как в ротке вчера. Пришел я не могу это сделать, и раз-раз-раз-раз, и уже в конце 50 килограмм. Смотрите, сейчас принцип какой, когда толкают, чтобы не бить под подбородку. Когда держишь самгу на груди, твое положение какое должно быть стартовое, ну, когда ты стоишь. У тебя поясница должна быть напряжена, таз немножко отведет назад, ну, за счет напряжения поясницы. Грудь вперед смотрит, ну, приподит, как будто ты воздух. Некоторые, вот, когда перед тем, если мы посмотрим соревнования, перед тем, как толкают, некоторые там воздух набирают в груди. Ну, то есть делают задержку, некоторые там подседи делают, я, например, при опускании делаю вдох. Кто-то вот вдыхает, то есть грудь у него наполняется, он закрепощает грудь, так же ты должен стоять перед тем, как делать посыл. Прогнал поясницу, прогнал поясницу, грудь вперед, голова немножко, может быть, чуть-чуть вот так вот, чтобы подбородку, некоторые, знаешь, держат так вот на груди и начинают толкать. Нет, вот так немножко шею делай, чтобы отводить подбородок сюда, ближе к туловищу. И не надо стараться отвести это место, не надо стараться, чтобы не было вот этой дуги. Штанга все-таки должна идти по прямой. Так как, может быть, тебе сейчас будет немножко удобно, когда ты будешь делать выталкивание, немножко делать вот такой прогибчик. Мы его потом исправим, ничего страшного. Вот, чтобы ты его так вот толкал, немножко спрогиб. Потому что если ты, не дай бог, еще и по носу тебя удавишь, такое болезненное ощущение, ты начнешь просто бояться. Бояться вот этих вот туда-туда-туда. Можно поясницу прогнуто, грудь вперед. Вот, побольше раздушку. Не забывай прогулку. Вот, да, да. Когда стал подседать, сделал правильно. Ага. Ну все, отдохни, потом со штангой. Ты вот сейчас, туда же, туда же, бросим. Ты вот сейчас стоял, у тебя, ну, исходное положение как бы было. Ты раз, стоял. Но потом ты вот, когда перед тем, как опускаться, ты выкрямился и сел правильно. Вот тоже хорошее качество, потому что уже чувствуешь. Ага. Хочу побольше, чтобы раздушечку можно. Вот. Супер. Дай-ка это, делай я потом. Нет. Маленькая раздушка. Хорошая раздушка. Ну, нормальная. Хорошая. Ну вот, уже у тебя в сторону хорошего идет. Вот с боку задел. А? С боку задел. Ну, бывает, да. Вспоминай. Смотри, стой. Нет, вперед смотри. Немножко можешь подбородок? Нет, нет, нет. Можешь вот так вот сделать? Ну, да, вот так вот, да, да, да. А тут стоишь? Ты стоишь, как бы, голова вперед, там, стойка сметно. Нет. Ты ее сюда вот бери. В шею. Ну вот она, ты даже немножко и перекрываешь штангу всего лишь. А когда вытянешься вверх, вот, и она мимо проходит. Вот, хорошо. Все, вспоминать поясница, грудь, подбородок. Вот, да, да. Да. Блин, забыл на рюк. Вот, хорошая разнушка. Постарайся сразу штангу не опускать. Хорошо. Ну, каратишь уже. А я забыл, сначала переднюю ногу, потом заднюю. А, да мы, я сейчас смотрю, ты уже широкую разнушку ставишь, и уже нужно. Сейчас я тебе объясню. Ага. Все, Владимир. Далеко не убираю, уже буду с грифом поднимать. Теперь смотри, по полу приставления ног. Раз у тебя уже разнушка большая, у тебя уже возникла такая необходимость, как правильно приставлять ноги. Приставлять ноги в три шага. Не в два. Очень, даже разведники делают огромные ошибки в два. Потому что потом с большими весами, либо на соревнованиях, они либо их мотают по мосту, либо они роняют штангу. Потому что малейший сдвиг, когда ты держишь большой вес в разнушку, малейший сдвиг, и все, она уже летит. Ты ее либо за ней бежишь, либо ее не можешь удержать. Когда становишься в разнушку, первая нога идет в переднюю ногу. Почему? Потому что задняя у нас практически выпрямлена, чуть-чуть и она будет выпрямлена, а передняя согнута сильно. Почему мы не расставляем как циркуль, потому что если мы вот так встанем, как исполируем, как вернуть эти ноги? Только вот сжать и выпрямиться, либо начать сгибать какую-то ногу, но опять это потеря равновесия. То есть раз, и штанга начнет назад, например, или вперед улететь. И поэтому нога уже согнута, мы не делаем никаких движений, просто берем и этой ногой, пум, подтолкнули себя чуть-чуть. Большая ошибка, когда спортсмены сразу, пум, ее сюда, на середину. Не знаю, он бы представлял двумя шагами. Это ошибка. Это очень большое расстояние, и штанга потеряет, ты потеряешь под штанг равновесие. Поэтому просто толкаем себя передней ногой немножко вперед, заднюю подтянули, и переднюю наду линию. Вот я что-то сейчас почувствовал, что я переднюю, нет. Со штангой, ну, головой надо это сделать. Так, передняя, ну, в два шага у тебя. Ну, там уж ты вес маленький. Чуть-чуть передняя, да, задняя, и вот, прямая линия. Короткая. Ну, если удобно, в два шага делай патрон-2. Хоть правильно начнешь приставление. Вот, пошло хотел, задний приставил. Ну, все, вы что, смотри, как, голове, как тебе объяснить. Чуть-чуть я возьму, листочки маленькие. Почему приставляем в трижды? Прыгаем, разложку. Я тебе скажу, когда будет хороший. Не-не, ну, в принципе, нормально. Тернаете материал, да? Да. Нет, кратковато. Чуть-чуть, побольше, как у тебя получалось. Вот, стоп! Внизу не смотри. Представляй, ногу передней. Вот теперь отходи. Почему в три шага? Почему? Потому что, когда ты встаешь в разложку и начинаешь собирать ноги, ты переднюю ногу, а середина у тебя... Подожди. Нет, подожди, мне же еще на видео. Чтобы я потом не объяснял своим пацанам в сто раз. То есть, смотри, задняя нога и передняя, да? Середина, прямая линия у тебя, вот тут. А передняя нога, это середина ног трейбов. То есть, либо тебе надо переднюю сразу, в середину, бац! Представляешь? Вот я стою, бац! Это то есть, я держу свой рекордный вес, ну, большой для меня вес, да? И представляешь, не на сколько его надо вверх подкинуть на гульки? Одну переднюю ногу. Тут я двумя еле я и трогнул, а тут еще, выполнив такую колоссальную работу, я еще одну ногу должен подкинуть. И ты, когда берешь, всего лишь вот на это расстояние подкидываешь переднюю ногу, представляешь переднюю ногу. И вот такое вот огромное расстояние, вот такое огромное расстояние, ты подтаскиваешь заднюю. То есть, видишь, где штанг стоит? И видишь, куда она смещается? А если она дальше начнет идти? Там небольшой сдвиг, и все, и она полетела. Поэтому, когда ты стоишь с торкос в разношке, ты подкинул сюда, поставил заднюю на середину, и потом делаешь третий шаг в середину своей вот этой формы. Ну, если тебе удобно двумя шагами, делай пока двумя, я просто как бы основу объясню. А зачем так-то быстрее? Блин, забыл опять. Отволёкся. Отволёкся на шаги, и про штанг забыл. Вот, хороший разношник. Так, так, и так. Да, да, да. Близко. Хорошо. Вот, вот. Давай я следующий подходик сниму. И будет два видео. Правильно или не правильно? Коротковато. Коротковато, да. Видишь, ты даже сам чувствуешь. Давай сделай дней коротковато. Вот. Хорошо. Все. Ой, подожди, подожди. Блин. Придется отдохнуть. Ёб. Сейчас. Спасибо, что родил. Хотя попробую так. Идёт запись. Давай. Вот. Да, да, да. Хорошо. Ага. Немножко на переднюю, конечно. Но разношка хорошая. Хорошо. Все. Давай на отношение. Это вот под коленом, на середину голени. Вот. Вот так хорошо, да. Теперь давай выпрямляйся. Смотри. Помнишь, как вчера мы в рывке обучались? Раз. Сюда. Подрыв. Да, да. Нет. Подрыв. Подрыв у нас нигде рывок. Чуть ниже. Вот. Обределить его легко. Вот ты сейчас выпрямился, да? Тебе просто немножко надо наклониться. Нет. Побольше. Ну, вот так вот здесь. Давай. В исходное положение. И сюда подрыв. Нет. Плечи увел. Наклон. Вперед. Наклон. Чик. Во. Чик. Нет. Смотри. Вот ты придел в исходное положение. Пум. Встал. Пум. Колени убрал. Встал. Так. Да, 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 да. Давай. Не, не. Ты чувствуй. Оп. Сюда. Да, давай. Чик. Сюда. Да. Чик. Сюда. Давай я со стороны посмотрю. Оп. Нету наклона. Смотри, Юра. Ты вот штангу поднимаешь, колени уводишь. Раз. И встаешь здесь. Раз. Встаешь здесь. А ты немножко, ты спину почти упрямляешь и стоишь в таком положении. То есть вот. Надо немножко, да, в наклоне стоять. Спину прогни, песни. Ага, давай. Смотри. У меня почему-то балкается. Не, не, подожди. Устал ты? Штанга тяжелая? Да я не знаю. Нет? Смотри, ты здесь ведешь вдоль ног. А тут у тебя штанга вот пошла. Да, да, да. Вот я сейчас не понял. Тебе хорошо, чтобы ты сейчас понял, веди по ногам. Вот ты по ногам можешь вести. Пум. Здесь. Пум. Здесь. Веди прям по ногам, чтобы ты ее чувствовал. Не ведешь по бедру. Вот. Вот сейчас ты как касался бедра. Рано таз задал? После коленки. Нет, нет, нет. Рано таз задираешь. В смысле рано? Ну, вот ты стоишь, и ты вот так вверх слишком рано задираешь. Постой, постой на ногах. Чик вот так. В наклоне. Не выпрямляй спину. Вот сейчас же ты чувствуешь, как у тебя наклон спины? Вот. Да, да. Зачем? Чуть-чуть еще позже надо было спину упрямлять. Вот. Да, да. Только коясницу ты расслабляешь. Да. Спина должна быть напряжена. Ты же штанг поднимаешь. Большой вес. Вот. Хорошее исходное положение. Вот. Рано выпрямляй. В конце не выпрямляй ее. Не надо. Это же не тяга становная. Да. 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 Рано. Многие выпрямляют. Да. Ну, уже перебор у тебя идет. Уже перебор. Уже ты зацикливаешься на спине. Ты вот так вот раз. Одними ногами. Веди штангу. Ты должен чувствовать. Тут нет такого. Либо спина вот в этом положении двигается, либо она вот так вот двигается. Ты должен чувствовать, что вот штангу ты ведешь по ногам. И вот в этом положении после колен начинает потихонечку выпрямлять спину. Но не так, а ты стоишь в наклоне. Чик. Вот сюда. Что-то где в конце. Вот исходное положение хорошее. Не-не, пап, накрывчик. Да-да-да, вот так. Пошел. Вот. Вот до колен супер. Чик. Вот у меня потому что... Радует его. Потому что я уже потом что-то не представляю. Повыше. Не-не. По ногам. По ногам. Помнишь? Вот. А почему-то, но у меня... Что? Приживай к ногам. Рано. Ноги рано выпрямят. К ногам прижимай руками. И чуть-чуть спину выпрямим. Не. Стой. Вот такое тебе должно быть сходное. Конечное положение. По-моему. Вот сейчас, да. Вот сейчас правильно. Но ты вот так его выпрямляешь очень сильно. Ты практически хочешь полностью выпрямиться. Вот. Да-да-да-да. Веди штамп по ногам. Не, по ногам веди. На данном этапе ты ее веди по ногам, чтобы ты ее чувствовал. Все время не обязательно быстро вставать. Вот. Веди. Нет. По бедру ты не ведешь. После колен. Прямо колени. Прямо по коленям веди. Нет. Видишь, ты ее выпрямил ноги рано. Нет. Хорошо. Смотри вниз. Что-то я не понял. Хорошо. Когда сейчас встаешь, смотри вниз. Смотри вниз на штамп. Как она идет. Нет. Стоп. Нет. Это. Смотри. Ну, получше. Хорошо. Смотри. Что-то я не понял. Смотри. Вот я стою, держу штампу. Можно начать от обратного. То есть опускать штампу. Вот мы стоим и начинаем ее опускать. Вот видишь? Я могу остановиться здесь, упереться в бедах. Опускаю, опускаю. Видишь, штамп у меня все время идет по ногам. И так же начинаем поднимать. Видишь? Чик. Вот видишь, я ее все время веду по ногам. Ты, у тебя хорошее исходное положение, правильно. Ты правильно начинаешь двигаться до коленей. А потом ты уводишь ноги и у тебя получается штамп вот в таком-то большом расстоянии. И начинаешь здесь уже в конце ее подприжимать. Не говорите, блин. Не пойму. Ну, давай контролировать и опускание, и подъем. То есть, когда сейчас будешь делать следующий подход, просто подними штампу сюда, в прямую стойку, и начинай опускать нога. И фокусируйся на самом себе, как ты двигаешься. И точно так же надо будет подниматься вверх потом. Сделал наклон. Нет, нет, нет. Нет, ноги не надо. Ноги не надо. Просто небольшой наклончик сделал. Большой наклон. Вот. На меня не смотри. Ну, давай, да, да, да. Вот. Ноги сгибай. Быстро. Юр, подожди. Быстро опускаешься. Помедленнее, помедленнее, чтобы ты чувствовал. Вот, вот, вот. Ноги, ноги. А? Обратно. Ну, уже лучше. Ну, почему-то, наверное, ощущение, вот когда сверху вниз идешь. Остановись на середине бедра. Над коленом. Обопрись в ноги. Можешь, да, перец? Давай дальше вниз. Ноги сгибай. Вот, вот. А то у тебя только один наклон идет. Обратно. Вот. Давай. Все у тебя правильно будет. Уже почти вертикально встает, да? Нет, у тебя есть наклон. Ага. Ну вот, схватил. Чего-то. Не переживай. Вот. Видишь, у тебя уже по ногам идет. Только поясницу, спину прогибай. А, да. Ты же сам подержишь. Вот. Хорошо. Ага. Здрасте. Все равно ощущение такое, что я ее отгибаю. Кого? Колени. Штангу. Ну, ты потому что по коленям ведешь. Не надо. Потом и колени ты уведешь. Тебе надо тут почувствовать, что ты вдоль ног ведешь штангу. Ну, сейчас нет, ты выпрямляешь ноги. Штанг у тебя по прямой поднимается, а ты колени уводишь. Я бы тебе сказал, что это неправильно делось. Теперь в конце плечи подними. Плечи. Плечи. А, в конце. Вверху. Оп. Плечи, да. Не. Один раз. Сейчас. Смотри, один раз. То есть ты уже правильно делаешь, да? И в конце. Оп. Поднял. Оп. Поднял. Один раз. Не два, там, три. Чтобы почувствовать. Тут, в принципе, что тут... Ну, когда знаешь, когда там пробуют, там, да? Как оно на себя чувствует? Тут, в общем-то, ничего не изменится. Как ты чувствуешь себя так, так оно и ничего не будет изменяться. Раз. Поднял. Поднял. Потом попрыгал. Да, давай, все то же самое. Поргнуто поясницы, ведем по ногам. И добавляем в конце плечи. Просто плечи, руки не надо. Ну, хорошо, раз ты так прям активно делаешь. Да, уже и подрыв уже начал обозначать. Ну, давай, да, подрыв. Хорошо. Опять. Вот, 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 бил. Ну, ты сам это сделал. Веди по ногам. Ты пока веди по ногам, чтобы ты чувствовал. Хорошо, по-другому теперь. Клади. Теперь давай просто подрыв. Будем поднимать выше колен. Принимаешь исходное положение сюда. Поднимаешь. Подрыв это резкое выпрямление ног и спины. Да? Раз. То есть у тебя исходное положение сейчас здесь будет. Ты поднимай. Не обязательно сейчас вести по ногам. Иначе не получится такого прям обучающего подрыва. Сейчас начнешь поднимать от колен. Раз. Выпрямился. Раз. Выпрямился. Раз. Выпрямился. Понял? Почему немножко надо отводить от ног, чтобы ты во время подрыва... Посмотри, вот стена, да? Вот я стою во время подрыва. Почему надо немножко тебя отвести? Потому что во время подрыва ты резко выпрямляешься. У тебя получается, что вот к этой плоскости я при выкреплении спины и ног подвожусь сюда. То есть бац, подрыв. Бац, подрыв. Чтобы ты почувствовал это движение. Вот. Исходное положение. По ногам, по бедам не скреби. Вот. Резкое выпрямление. Руки не сгибай. Плечи просто подними. А сил не вкладывай. Подожди. Смотри. Вот у меня палочка, да? Я же не поднимаю вот так. Да? Я просто стою. Фум. Видишь? Руки прямее. Она никуда... Мне здесь... Ни сюда не летит. Да, 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 да. Вот у тебя уже получается. Не вкладывай. В подъем плечевым поясом не вкладывайся. Ты просто вот выпрями. Чик. Вот. Вот сейчас было правильно. Хорошо. Делай вот так. Да. Главное, чтобы шланг был вдоль туловища потом шланг. Да, да, да. Ага. По ногам не скреби, чтобы у тебя ударчик получился. Звон такой. Подожди. Прими исходное положение. Вот. Вот на таком расстоянии держишь там и начинать перенимаем. Вот. Вот смотри. Вот ты держишь. Тяжело уже, что ли, да? Ну, отдохни тогда, как Владимир. Вот смотри. Вот ты держишь на таком расстоянии, да? Когда ты ввел по бедрам, у тебя даже взвод такой получался. Тебе, теперь, когда ты держишь на расстоянии, это должно получаться еще... Почему я тебе говорю на расстоянии, это должно получаться еще проще. Потому что получается, что во время подрыва штанга находится на расстоянии, и ты ее бьешь. Если мы даже, как вот Клоков показывал в видео, да, мы бьем, просто стоим и бьем грех. И он дзын-дзын-дзын-дзын звенит. То есть тебе так проще будет понять момент подрыва, что ты сделал его резко. Потому что, если резко не сделаешь, звона этого не будет. И тебе надо сейчас вот просто принимать исходное положение на некотором расстоянии от бедер, и резко выпрямляясь, бум, ударил. Бум, ударил. Ну, ударил, это имеется в виду просто ты резко выпрямляешься, и бум, небольшое такое вот скользящее движение. На расстоянии. На дно небольшое сделай вперед просто. Да, да, и у тебя штанга просто. Сой. Небольшое на дно сделай вперед. У тебя штанга будет на небольшом расстоянии. Вот. Давай. Вот. Да, да, да. Чувствуешь? Подрывы некоторые месяцами обучаются. А у тебя уже, извините. Ну, тут, ну отдохни, наверное, уже устал. Просто, чтобы вести почти по ногам, да, и создавать этот звук, нужна резкость определенная. Ну, вот видишь, поймал. Ну, все. Короче, даже и следующий подход не надо. Теперь смотри, усложняем. А не знаешь, исходное положение такое же. То есть, у тебя сейчас не будет проблемой. Единственное, что после этого движения, когда ты сейчас делаешь, тебе надо будет оп- подловить ее вниз. Оп- вниз. Понял? Ну, в принципе, да. Но я тебя просил от колен. От колен. А, конечно. Чтобы не усложнять, чтобы ты поднимал от них подрывом. Да, да, да. Может, попробуй пару раз. Ну, вот, хорошо. Хорошо. Давай. Вот, 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 вот. Отлично. Отлично. Ага. Что, что, нормально, Юля? Тебе так кажется? А как ты хотел? Нет. А Юля не почувствовал подрыва. А одну тренировку пройти, и все, я шлангист. Нет. Навешивайте в ней. Нет. Я сам. Точно, момент. Тебе, подожди, раз у тебя сил еще много, смотри. Делаем так. Я тебе ручку покажу, чтобы ты понял. Смотри, делаем так. Берешь, пум. Пум. Грудить тащишь. А потом, пум, делаешь уход. То есть, раз? Два раза делаешь штамгу, вот так. Два раза ведешь штамгу вдоль туловища, прям руками. И потом, остальные два раза, ну, ты же будешь чувствовать, как у тебя все шло? И тебе надо будет остальные два раза стараться, раз, брать так же ногу. Чтобы штамгу слоя вдоль туловища, пам, и ты ее подхватывал на грудь. Да, да, да. Да. И на грудь. Оп, хорошо. Оп. Оп. Немножко отпустил. По-много не надо, Йо, а то потеряешь чувства. Когда технику изучаешь, лучше на 10-15, я не знаю. Я по 5 раз. Да, да. 5 это край. Потому что мышцы начинают уставать, уже углы начинают в голове такой туман, не нужно. По 3-4 раза поднимаешь, свежий тебе все время подходишь, у тебя все-таки чувствуешь штамгу. Ага. Ага. Немножко по дуге. Да. Вдоль корпуса тащи. Да, 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 да. Локти вверх после подрыва. И потом сгибаем. Давай. Вверх. Сначала протяжки ты делаешь. Небольшие. Тяги. Тяги грудей. Давай. Так. Так. То же самое все. Во. Во. Хорошо. Ну что, да, да. Вот. Вот. Разумно, что хорошее. Сразу. Хорошо. А теперь смотри. Теперь то же самое, только все движения. Тут все все. Да, да, да. Медленно. Быстро не надо. Да, да, да. Медленно. Так вот ты поднимаешь, как будто ее она тяжелая. Поднимаешь подрыв. О, смотри. Смотри. Подрыв. Подрыв. Да, давай за мной. Подрыв. Отлично. Взяли на грудь. Встали. Поясница прогнется. Грудь вперед. Подбородок убрали. Подсед. Посыл. Ну, разножка кроковато. Давай за мной. Ага, пока, Натальич. А? А? А, а, босы? У нас есть, так сказать. Там, наверное, в целом, где, а, Афина, я скажу, на старые. Ну, на обществу не помню. И у меня два сека. Ну, у меня. Ну, да. Ну, если у меня другая сека, то я, значит, номер три фоны в другой. Три фоны в другой. Три фоны в другой. Три фоны в другой. Я кертикар, который чуть-чуть. Ну, вот. Да. Ну, мы видим, вы уже подруги, что-то. Да, перехватывай рельсикарку О, ну давай, давай Опа, нормально Назад только увел штангу-терапор Мы не перебрасываем ее через голову Мы ее не перебрасываем Мы просто поднимаем вверх штангу Хорошо И вверх Оп, хорошо Немножко маленькое Ну, маленькое, да, но сейчас Это как, знаешь, когда ты делал в штанге А потом взял палочку, ой, по-другому То же самое, когда начинаешь полностью все движение делать Тоже получается по-другому Невозможно на всем сразу сосредоточиться Какие-то лимиты надо до автоматизма довести Вот, хорошо Подрывчик, правда, не ясный был Но, видимо, ты вдоль туловища просто старался Наклон не надо Ой, стоп Ёп Наклон не надо Просто Оп Ноги согнул Да И Вот это меня еще Ну, отработает Ты мне и видео, главное, присылай Оп Хорошо Короткое разношение Ну, знаешь, чем хорошо? Ты делаешь короткую разношку Многие делают переднюю ногу А ты делаешь разношение на заднюю Это хорошо Потому что так проще будет Когда Будешь большой У тебя центр тяжести будет на обе ноги Ага Ага Да, 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 просто ноги сгибай Просто ноги согни Вот Да, да, да Не надо на тону Да Ну, переднюю надо немножко разогнуть А она у тебя, смотри Она у тебя вот так вот Надо немножко и вперед И вот так разогнуть Да, 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 да Вот смотри А, нет, нормально Нормально Тебе-то, если и побольше, то надо обе ноги Давай Не забывай самый главный подрыв здесь Ведем по ногам подрыв вдоль туловища на грудь Вот твои установки По ногам подрыв вдоль туловища Да, 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 супер Для первой тренировки супер А вот здесь ошибочка в выпускании Разножка более-менее нормальная Заднюю пятку вовнутрь Вот Да, да Но с учетом того, что ты прибавил вес на штангу Хорошие показания Первую половину ты выполнил отмену Давай По ногам подрыв вдоль туловища на грудь По ногам подрыв вдоль туловища на грудь Немножко отпустил Да, да Ноги согнул Ноги одни согнул Ноги Широкой разножкой Широко ноги раскинул Опа Ну нормально Видишь, у тебя пятка во внутрь задняя И она опустилась на помощь из-за этого Всегда Смотри, Петр Всегда, если пятку уводят сюда Во внутрь Всегда она опускается Нужно наружу уворачивать Немножко педро ты его уворачиваешь И немножко здесь она как бы вот в замок встает БАМ И ты в нее уперся в ногу Не мышцами ее держишь, а в бунт Ты стоишь в ноге, как вот ты сейчас стоишь, да Ты же не напрягаешь ни бицепс, ни квадрицепс Ты просто стоишь на своих костях Расслаблен Так же и здесь Правда нога напряженная, но она ПУ И ты в нее пёсень Это когда ты будешь разминаться, да Вот когда прыжки будешь делать там перед тренировкой ПУМ Вот ты должен вот в нее стоять ПУМ И ты стоишь Обязательно на катальнюю задние перки Не так, чтобы она у тебя вот так Я думаю, ты сразу почувствуешь, что она вот Вот я развернул ее во внутрь И у меня сразу вот здесь вот Ну Как там В парку, в этом месте У меня даже вот мышцами перебывали А вот здесь вот она вот у меня в бедро упивает Да В бедро По ногам подрыв Нет, давай снизу Нет, давай снизу Я просто для себя сначала перед этим определиться, как должно Ну давай Ну в принципе да Именно таким образом ты можешь себя проверить По ногам подрыв вдоль туловища А у меня она пошла туда Ну смотри Это со временем Со временем Я тебе порекомендую определенное упражнение, чтобы ты отрабатывал вот это движение Потому что сейчас, делая резкое выпрямление У тебя получается Не надо по дуге все-таки Не, послушай Получается, что когда ты делаешь подрыв У тебя все двигается вот в эту сторону, да? Вперед Углазной вверх И когда это все двигается У тебя сейчас не наработано вот это движение Пум И чтобы сюда ты ее игрешь там У тебя получается, что ты все, что у тебя находится В руках Вот это На туловище Ты все Пум И у тебя руки вот так пошли Понимаешь? А это нужно наработать У тебя вот Например я с маленьким весом У тебя получалось хорошо Потому что Ты мог За счет силы мышц управлять Когда штанга Тяжелее Тут уже Подключается техника И На данном этапе Да, у тебя идет вот так вот Но Это не очень грубая ошибка Грубая ошибка Когда она Когда там она Сильная И погромные Дуге Когда она сверху падает тебе на грудь А у тебя Ну Это Недочет Для первой тренировки По ногам Подрыв Вдоль туловища На грудь Оп Хорошо Поясница Грудь Подбородок Ноги согнулись Одни Одни ноги Немножко побольше Разрушка Давай повторим Толчок С груди Ноги согнулись Только Только ноги согнулись Можешь только Вот Вот Немножко спина пошла Ноги Ноги согнули Вот Тазобедные Да Опасаюсь Тоже когда я приседаю Вот так просто Ну Меня туда уходят А когда я чуть-чуть Пытаюсь А я тебе объясню Смотри Когда ты садишься Ты В большей степени Сгибаешь В коленном суставе Да А опускание происходит Чтобы Правильный подсед ты делал В тазобедренном Тазобедренном То есть Когда ты Даешь себе команду Перед посылом Да Ты должен Ноги сгибать В тазобедренном Суставе А не в коленном А не в коленном В коленном они согнутся Ну Как Как Последовательный процесс Да 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 У тебя Практически спина не наклоняется Вот Отлично Супер Молодец Что Поздравляю Как Получилось вчера Из Из ничего Сделать рывок Так же Сейчас Из ничего Ты в первый раз в жизни Толкал Представляешь Я сейчас Снять Показать Какого-нибудь там Новичку Который месяц Толируется И он удивится И он удивится Подрыв Вот Поздновато Начал Разгонять Вот Да Сейчас Посмотрю Давай Оп Хорошо 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 Все Смотри Чтобы еще Самого себя правильно контролировать Старайся Не так Как некоторые Они сделали тягу Бух Бросили Принимают Исходное положение И опять начинают Поднимать Ты После того как Сделаешь Тягу Толчковую С подрывом Ты Ну не совсем Недленно А старайся Опускать Толлированно Потому что Одно дело Когда мы Понимаем Штамбу Почему Носки Клоним Потому что Когда начинается Вес И нас Тащит Как вот Машину На букселе Тащишь Буксель свободен А у нас Курюки Не посередине Банкера А сбоку И значит Когда Трос дергает Машина Немножко Вбок Так же и здесь Как только начинаешь Штанг поднимать Чик И это естественное положение Мышцы дальше работают Они получают нагрузку И тебе на носочки Но это Другой вопрос Как это исправить И все такое И поэтому Когда мы опускаем штангу Ты же штангу Опускаешь уже Когда у тебя центр тяжести Находится там Вот так Посередине стопы И ты можешь Контролировать Опускание И тебе Чисто физиологически Твой организм Подскажет Как правильно опускать Ты же не будешь Вот так вот опускать Ты же почувствуешь Что ты побежал И не будешь Вот так вот опускать Потому что ты Грубо говоря Рисками будешь Себе штаны протирать Дырки делать Ты будешь Вот Комфортно опускаться Чувствовать Раз Раз Почувствовать Оп Зарвался 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 То есть Как сказать Секунду деревьев Не надо Держать на палу Сразу Нет Конечно Я рекомендую Не держать Потому что Во-первых Ты расслабляешь мышцы Во-вторых Когда Многие Когда бросают штангу И они Нет Подождите Я тебе объясню Твой случай В том числе Просто Когда люди Бросают штангу Они стоят И готовятся Еще дольше Вот в этом положении Очень сильно Затекают ноги И когда они Затекшие То Начать Тяга Это Такое же Скоростное движение Как и классика То есть Ты должен Резко начать Подъем Но Ты начинаешь Еле-еле Оживлять И только После колена Уже начинают Грубо говоря В полную силу Они работают Поэтому А Когда мы Медленно Опускаем У нас Мышцы Все время Работают Это Как знаешь Бицц Ты качаешь Вот Ты качаешь Ты можешь 15 раз Поднимать Но Если ты на десятом Разе Начнешь Здесь Останавливать А потом Поднимать Оп То Возможно Ты в пятнадцать раз уже не поднимешь Ты поднимешь Там Двенадцать Тринадцать В любом случае Ты поймешь Что Это трудоемкий Ну Подъем Чем Когда Ты делаешь Так же Тягу Надо делать Ты Опускаешь Опустил На помост Почувствовал Что он коснулся Ты в идеале Что он коснулся И поднимаешь Обратно Можешь Как это называется Паузу Делать На помост Но Ни в коем случае Не расслаблять спину А нет И не стоять Ну если ты будешь Медленно опускать Ну а что стоять Ну опустил тебе Поднимай дальше А то я когда Со своим Так сказать Предельным Весом Делаю То Мне Конечно На секунду Останавливаются Чтобы сконцентрироваться И поднять Тягу Ну как Я ее делаю Ну не рекомендую ее Но Причина я тебе объяснила Во-первых Медленное опускание Ну больше Тренировые мышцы Нет Я не прав Медленно опускаю А вот Когда Ну покажи Вот сейчас покажи Когда будешь делать Оп Ну а подрыв Я про эту Старную Как сказать Старную Вот я вот Там С пределом Опускают И все равно Секунду-две Ну зря А для чего Подожди Для чего Для чего Чтобы Поднять Свой Максимальный вес Так ты же только что поднял Нет Я максимальный Имею ввиду Ну в смысле Там У меня тело Но Максимальный Тяжело поднял Я опустил на помост Да То есть Ты поднимаешь уже Максимальный вес Не на один раз А больше Как максимальный Значит Он не на столько Максимальный Да Большой вес Совсем уж Максимальный А вот именно Рабочий Раз на пять Чем более Чем более Ты первые три раза Сто процентов В твоих силах Сделать Как я тебе объясняю Без особого Смотри Ты когда опускаешься Ты должен опускаться По штангистке То есть Стараться Сохранить Те же самые углы Накрыв Углы Работы Не так вот Там делать Опускание Не так делать Опускание А также Ты поднимаешь штангу Как штангист То есть ты вот так вот Опускаешься Одновременно Ноги у тебя Спина начинает Сгибаться Вот Ну хорошо Подрыв Не Не Хорошо Подрыв Понимаешь Это не то явление Когда Это вот У штангиста Определенного разряда Подрыв Всегда будет появляться Даже После Пятилетнего Перерыва Он Вот Это вот Движение Сможет сделать Да Техника немножко нарушится Но сам подрыв Он не пропадет Потому что Это Особенность Какого-то Такого движения Которое Ты его схватываешь Понимаешь Как он выполняется И никогда его уже не забываешь Так же и здесь А У тебя Он еще не сформирован Вот этот Навык Подрыва Тебе надо Его все время контролировать И Если ты его сейчас чувствуешь Что да не было А его да не было Это только Навык тебе В твоих тренировках Тем более Есть зеркало Есть слух По слуху Да? Чик Если был звон Значит Подрыв резкий был Немножко назад ушел Плечи Плечи Накрыв Ага Штангу Ну ладно Ага Ага Не было Меньше уже воды Куда ты вверх ушел? Ну руками просто раньше тащишь Во По звуку слышно же Ну немножко Всегда Сейчас тебе покажи Не 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 то В каком смысле Смотри Ты поднимаешь Ты вот раньше поднимал Да Хорошо А потом Чтобы усилить вот это движение Ты стал В этот момент Отводить далеко ноги Чтобы Бум Вот так вот сделать Не нужно этого делать Иначе у тебя получится Отбивание паха Будешь Пах отбивать Будешь Штангу Толкать Пахом Ее надо вверх поднимать А ты в этот момент Ее Бум Сюда отбивать По дуке начнут идти Поэтому Когда он будешь тренироваться Самое главное Чувствовать Понимать Что подрыв Это Резкое выпрямление всего лишь Твоего туловища Это не какой-то отбив Он Да Отбив получается Но он Получается Штанга По-прежнему двигается А ты просто Ее Касаешься Касаешься Со звуком Но не отбиваешь Не надо груди не тащить Не нужно Потом Груди потом Покачаешь Резки 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 Подрежь нужно Вот Резки Это выпрямление ног и спины Одновременно Вот Вот Обвел По моему колени Ну нормально Нормально Обвел колени Это Это не обвел Ты после колен Просто Далеко отпускаешь от себя Для того Чтобы толкнуть ее Чтобы звук Получился Чуть 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 Ну это со временем Юрий Я тебе говорю На подрыве работают Гораздо дольше Некоторые Месяцами Тренируются И не могут Его Подхватить Как правило Упалди Юрий Бусаров Приехал к нам Из города Саранска Мы в городе Винном Проводили контрольную Тренировку Из Элиты Спортивной Нашего города Марков Андрей был Чемпионом Европы Тренер сборной России Алексей Карытко Все мы поднимали штангу И Юрий Решил приехать Посмотреть Вживую Как поднимают Мастера спорта Как поднимают Чемпионы Хоть и прошлых лет Но все равно техника Остается Он Из чистого любопытства Приехал Посмотреть это И Заодно Провести учебную Тренировку Потому что Решил заниматься Тяжелоатлетикой Тренируется самостоятельно И Вот Сейчас По итогу Двух дней Спросим Его мнение По поводу Увиденного По поводу Проведенных Тренировок Какое твое впечатление? Впечатление такое Что нужно заниматься С тренером Самостоятельно Тяжеловато Или хотя бы Раз в месяц Кому-нибудь Обратиться Или там как получится Многие моменты Которые Мне сегодня сказали Я бы никогда В жизнь Самостоятельно Не дошел Даже по видео По книжкам Бесполезно Мне кажется Нет Есть наверное Отдельные Такие личности Которые могут Сами Тяжеловато Без тренера Самое впечатление Такое большое То что Нужно Знающих людей Конечно Что почерпнул Полезно Что почерпнул И Раскрытие Вот это На прерывке И Ну Такие Детали Которые Сейчас сразу По видео не скажешь Надо еще самому Осмыслить Что узнал Ну Научился Научился Ты в первый раз Если я так правильно понял Разножку В первый раз Ты толкал сегодня Да То есть вообще Некоторые упражнения Ты выполнял в первый раз Ну конечно Так что-то Можешь самостоятельно Изобразить Правильно Неправильно Это там Не факт Что это получится Самостоятельно Угу Так вот Ну по поводу Увиденного Контрольной тренировки Понравилось тебе Или как Нудновато немножко Не Интересно было Они друг друга заводят Да Конечно Реально Интереснее Когда смотришь На соревнованиях Тяжелоатлетов Там все равно Как-то нудновато Получается Здесь конечно Меняют вес Спортсмен выходит А тут Один поднял Другой Сразу поднимает Да-да-да И еще пересменка Вот этих Идет то что Один и сразу Другой Вес Тогда, мне кажется, работала реклама, везде афишировали штангу, везде наших штангистов показывали по телевидению, интервью, я думаю, еще и за счет этого. А сейчас только Татьяна Корширина в одном из интервью сказала обо мне, меня стали вспоминать, узнавать на улице, только после Олимпиады. За границей больше знаю, чем здесь. Да, 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 и это тоже, да. Ну, здорово так посмотреть, когда идет, как сказать, даже не знаю, на то, что тут другом как движуха не назвать. Ну ладно, успехов, приезжай еще по возможности, потому что все-таки далеко живешь, но все равно по видео можно общаться. Будем подсказывать тебе, помогать. Всего хорошего. Ладно, спасибо. 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 Спасибо.